Полицейский департамент Лос-Антоса Найти здание полиции можно по синему щиту на карте. Начиная с самых низов полиции, а именно с полицейской академии, вы сможете ознакомиться с другими отделами в зависимости от вашего ранга и желания. Детективы, отдел СВАД, патрули, интересные расследования и раскрытие шокирующих дел. В этом вы точно сможете себя попробовать. В зависимости от доступности функционала на вашем ранге, доступ к которому настраивает лидер, вам могут быть доступны следующие функции. Показать человеку свои документы, которые покажут принадлежность к фракции. Надеть наручники на человека, обездвижив его. Кнопка «Конвой» заставит человека следовать за вами, однако применить конвой можно лишь на человека, на которого надеты наручники. Обыскать человека на предмет нелегального оружия. Кнопка «Арест» сработает только возле камер для заключенных и только тогда, когда человек находится в наручниках. Возможность сорвать маску с человека, выписать штраф и забрать лицензию, если это требуется согласно нарушаемой статье. Теперь перейдем к интерьеру. Фракции СПД В вооружение сотрудников ЛСПД входит броня, тазер, резиновая дубинка, тяжелый пистолет, помповое ружье, корабль и сигнальная ракетница и дымовой гранатомет. Помимо взаимодействий с игроками, у вас есть возможность взаимодействия с транспортным средством, а именно снять транспортное средство с учета, поставить на учет, поставить на транспортное средство GPS-трекер, обыскать транспортное средство, достать игрока из багажника, либо же вытащить игрока из авто и посадить задерживаемого в автомобиль. Нажав на английскую букву «М» и выбрав планшет, вам будут отображены вызовы и возможность поиска в базе данных по имени игрока, номеру телефона и номеру авто. Список вызовов используется для быстрого реагирования и помощи гражданским, а также для связи с другими сотрудниками правоохранительных органов. Помимо этого доступна вкладка GPS-трекер, где можно ознакомиться со всеми возможными установленными GPS-трекерами на данный момент. Начиная с пятого порядкового звания, каждый сотрудник правоохранительных органов может открыть дверь с помощью лома. Для этого необходимо взять лом в руки, подойти к закрытой двери и с помощью кнопки взаимодействия в открывшемся меню выбрать пункт «Взломать». После удачного прохождения мини-игры дверь откроется, однако злоупотреблять данной функцией категорически запрещено. Также на задней парковке ЛСПД производится постановка транспортных средств на учет. Находясь на данной парковке, вы можете зарегистрировать транспорт игрока. Для этого подойдите к желаемому автомобилю, нажмите на кнопку «Взаимодействие» и зарегистрируйте транспортное средство. За регистрацию транспортного средства вы получите половину от стоимости регистрации. Также помимо этого, нажав на английскую кнопку «М», вы можете зайти в меню фракции, где можете ознакомиться с участниками и новостями организации. Транспорт организации для новичков доступен не каждый. Регулировку доступности к транспортным средствам изменяет лидер, который на свое усмотрение ставит желаемый ранг. После вступления во фракцию вам будет выслано приглашение в спецсвязь, в результате вступления в которую вы в полной мере сможете ознакомиться с информацией и делами, которыми занимается ваша организация. Приятной игры на GTA 5 RP! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!